Нарушение закона, а также явно недостаток элементарной человеческой нравственности. Вот главные причины проблем с парковочными местами для людей с ограниченными возможностями в Ешкар-Оле. Общественники и сотрудники ГИБДД по итогам совместного рейда намерены также обратиться в администрацию столицы, чтобы все эти места были оборудованы не только соответствующими знаками, но и разметкой. А пока же за конкретными примерами нарушений ходить далеко не нужно. В этом убедилась наша съемочная группа. Ситуация с парковочными местами для людей с ограниченными возможностями в столице неоднозначная. С одной стороны, таких мест становится больше. Практически все социальные и государственные учреждения, а также торговые центры выделили на своих парковках специальные места. Оставлять на них машины могут инвалиды первой и второй группы, перевозящие их лица, а также родители детей-инвалидов. Вот только проблема заключается в том, что эти места зачастую заняты совершенно здоровыми людьми, которые просто игнорируют соответствующие знаки. И нельзя сказать, что сотрудники ГИБДД бездействуют. Штрафы за такие нарушения достаточно велики – до 5000 рублей. Вот и на этот раз далеко за примером идти не пришлось. В госавтоинспекции проводятся мероприятия на пресечении нарушений, связанных с парковкой, обозначенных для инвалидов. Проводится проверка для выделения мест для парковки и стоянки машин, которые перевозят инвалиды, либо инвалиды перепередвигаются на данном транспортном средстве. Хотелось бы напомнить водителям быть повнимательнее и занимать данные места, потому что штрафы за данное нарушение предусмотрены 5000 рублей, вплоть до эвакуации транспортного средства. Сейчас личный состав госавтоинспекции ориентирован на данные пресечения нарушений и проводится работа. Вот два конкретных гражданина. Как ответственность может уходить? В данном случае за нарушение правил парковки, связанных с парковкой для инвалидов, подлечет нарушение 5000 рублей и эвакуация транспортного средства. Нарушители, увидев полицейского, попытались скрыться, но были остановлены. Ими занимался уже специально вызванный экипаж ДПС. При этом водитель искренне недоумевал. Что же он такого сделал? Все-таки плохо у нас в обществе обстоит дело с гражданской, да и человеческой сознательностью. Скорее всего, что как раз вот именно проблема в том, что человек не осознается, что нельзя парковаться на этом месте. Понимаете, вот его спрашиваешь, почему вы припарковались? Почему вы заняли именно специально отведенное место, которое предназначено для парковки? Ну и что? Понимаете, как бы он не понимает, что у него нет такой сознательности, которая должна быть в нашем обществе. Что делать? Что делать? Ну, мне кажется, надо побольше рейдов. Мы вот рейды проводим и совместно с ГИБДД, с Общероссийским народным фронтом. Побольше рейдов, побольше именно писать об этом в средствах массовой информации, чтобы люди знали об этом. Надо добавить, что с января вступил в силу новый закон, по которому такие парковочные места могут занимать инвалиды не только первой и второй, но и третьей группы. Это касается людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сейчас как раз определяется четкий перечень таких категорий граждан. А пока, учитывая социальную несознательность и откровенное пренебрежение правилами дорожного движения, вся надежда по обеспечению порядка на парковках возлагается только на сотрудников ГИБДД и неравнодушных граждан. Причем последние, естественно, не нарушая закон, могут обойтись и без помощи полиции.